ну вот смотрите вот это вот обозначение вот этот вот черточка поперечная черточка и такой кружочек наверху это и есть условное обозначение столбика без накида но хочу отметить что в разных схемах его бывает отмечают вот вместо вот этого кружочка сверху бывает отмечают просто черточкой тоже грубо говоря и в некоторых условных обозначениях и схемах этот столбик состоит из трех черточек 1 длинная 1 поперечная и 1 как бы сверху это тоже является столбиком без накида сейчас я вам покажу как его провязывают значит мы с вами сделали две петли подъема сделали накид и вводим крючок и вытягиваем рабочую нить только как в полустолбике образовавшиеся 3 петли мы с вами провязали вместе но здесь мы провязываем вот эти вот две первые петли провязываем и образовывается две петли не 3 петли 2 петли и потом уже вот эти две петли мы провязываем вместе как бы закрывая этот столбик это и есть столбик с накидом и так мы связали с вами столбик с накидом и провяжем его до конца ряда чтобы закрепить знания и продолжаем сделали накид ввели крючок вытянули рабочую нить провязали этот накид образовалась 2 петли и закрыли столбик у нас получился еще один столбик с накидом сделали накид ввели крючок обратите внимание мы его вводим за обе стенки вытянули рабочую нить провязали накид и закрыли столбик это получился у нас столбик с накидом и точно также мы провязываем до конца ряда сделали накид сделали давайте еще раз проговорю сделали накид ввели крючок за обе стеночки петли предыдущего ряда вытянули рабочую нить от того как вы ее вытянете зависит высота вашего вот этого вот вот этого узора ну как бы вот этого ряда видите то есть я же можно вытянуть и сильно а можно и не сильно то есть от того с какой интенсивностью вы будете вязать с какой силой вы будете вытягивать вот эти вот столбики вот я же могу его так вот сильно вытянуть а могу и не могу например и и не сильно вытянуть и вот от этого будет зависеть высота вашего узора и плотность вашего узора тоже зависит от того с какой силой вы вывязываете петли свободно слишком свободно или наоборот слишком плотно или очень плотно то есть ну сами будете регулировать в процессе вязания вы конечно же эти навыки приобретете тоже потому что сила в руках всех разная у кого-то рука как говорится тяжелая у кого-то рука очень легкая и конечно же каждая мастерица у неё с опытом приобретаются навыки и как бы своя манера вязания то есть даже можно наверняка и как-то свой фирменный знак что ли вязание не знаю у каждой мастерицы вот точно я знаю что свой стиль вязания так скажем потому что инструмент у всех разные руки всех разные материал пряжа тоже у всех разный поэтому конечно же и изделия получаются разный так давайте еще раз я вам покажу вот таким вот образом получается этот рисуночек и точно так же как и столбиках без накида точно также можно провязывать и эти с накидом столбики и за переднюю и за заднюю стеночку и за обе стеночки петли то есть все точно то же самое как вот в предыдущих уроках рисунок соответственно будет у полотна тоже меняться поэтому вы уже должны отработать эти вот рисунки сами посмотреть для какого изделия подойдет тот или иной и толщина ниток конечно же тоже зависит выбранный вот этот вот вами стиль смотря для чего вы выбрали узор ну там все надо смотреть пробовать смотреть и вязать то есть одним моим советом конечно же я не думаю что нужно следовать каждая мастерица советует и дает советы вам нужно будет выслушать не одну мастерицу а несколько чтобы для себя тоже какой-то сделать вывод и подумать что вы хотите связать может быть вы о чем-то мечтали там когда-то да вот когда-то вот будет у меня время там допустим свяжуя себе например крутой какой-нибудь кардиган ну на это надо очень много времени сил терпения но тем не менее если у вас есть такая мечта почему бы ее не воплотить в жизнь вот довязали мы до конца ряда вот давайте посмотрим что у нас получилось вот таким вот образом у нас связался такой большой вот взяла отрезочек специально чтобы долгое время не занимать чтобы не вывязывать один допустим ряд столбиков пол вечера поэтому я взяла небольшой отрезок 10 сантиметров и вот таким вот образом я вам показала и так я думаю что есть смысл наверное же показать все таки как получится если мы провяжем как и предыдущих уроках за заднюю за переднюю какой рисунок из этого получится но для этого нужно было подготовить другие варианты ну я думаю что и так будет визуально видно если я свяжу этажами один этаж такой один этаж другой третий этаж еще так другим способом связан поэтому мы с вами увидим визуально это будет четко видно сейчас мы с вами свяжем давайте вот за заднюю будем вязать давайте мы провяжу за заднюю стенку и посмотрим что у нас из этого получится будет на столбик без накида за заднюю стеночку петли предыдущего ряда вы можете также точно проделывать потому что у вас наверняка получится чуть-чуть по-другому чем у меня потому что плотность вязания у вас все равно другая что он и только что вам говорила давайте я ненадолго остановлю чтобы время не терять чтобы я по-быстрому связала и мы наглядно с вами увидим вот обратите внимание вот я половинку провязала получился как-то ку рельефчик видите это вот я когда провязываю за заднюю стенку петли то получается такой вот визуальный эффект вот этот барьер такой получается сейчас я здесь же на этом же полотне провяжу вот одну половину провязала за заднюю сейчас я буду провязывать за переднюю стенку петли предыдущего ряда и посмотрим как она наглядно сочетается или не сочетается но в любом случае это будет видно визуально что рисунок будет немножечко изменен хоть немножечко другим так сейчас размотаем нитку то она у меня слишком быстро заканчивается так вытянули протянули закрыли сделали накид за переднюю стеночку ввели вытянули рабочую нить провязали накид и закрыли петлю сделали накид ввели за переднюю стеночку обратите внимание да вот у нас здесь вот две петли 2 передние передняя и задняя стеночка то мы сейчас провязываем только за переднюю стеночку потом вытягиваем рабочую нить провязываем накид который состоит из двух петель мы провязали осталось на крючке две петли и мы провязываем их вместе и это мы провязали столбик с накидом дальше мы опять делаем накид вводим крючок за переднюю стеночку петли и предыдущего ряда и закрываем так сделали ввели провязали накид закрыли петлю сделали накид или за переднюю стеночку петли протянули соскочила протянули провязали накид и закрыли петлю вот таким быстрым способом потом будете конечно же и вы но так как я сейчас вам показываю все равно я не тороплюсь я показываю вам все-таки медленно чтобы вам было понятно стараюсь чтобы вам было приятно смотреть эти уроки что же научились провязывать правильно вот мы дошли до конца ряда и давайте посмотрим с вами как это видно вот видите вот здесь вот мы с вами провязали за вот до половины всего полотна за заднюю стенку а вот этот рисунок уже пошел за переднюю стенку и вот но визуально видно вот этот рельефчик образовался это за заднюю а здесь мы вязали за переднюю столбик с накидом за переднюю стенку петли предыдущего ряда если мы перевернем на эту сторону то здесь мы увидим что следующее вот здесь мы провязали с вами за заднюю стенку а здесь мы провязали за переднюю стенку и вот такой вот у нас получился рисунок ну я думаю что на этом мы с вами закончим вот этот вот обучение столбика с накидом будем двигаться дальше сегодня мы провязали полустолбик с накидом сегодня мы с вами провязали столбик с накидом условное обозначение я вам показала какие они обозначаются на схемах и сейчас мы с вами приступим к провязыванию квадрата с помощью этого квадрата если связать их несколько штук то можно сделать красивый топик летний с бахромой который я выкладывала у себя на страничке в соц сетях и в фейсбуке и вконтакте и ютюбе тоже фото отчет я сделал такой как бы типа презентации чтобы вам было наглядно видно какое изделие можно связать на и простейшими воспользовавшись на и простейшими вот этими петлями то бишь там ничего сложного нет сейчас я вам покажу